Одних велосипед – это способ активно провести время, для других – средства передвижения. На дороге велосипедист автоматически становится участником дорожного движения, а значит и правила того самого движения относятся и к нему тоже. В основном не соблюдают правила дорожного движения, думают, что они главные на дороге. Но побольше велосипедных дорожек бы сделали бы. Велосипедист должен пешеходный переход не на велосипеде переезжать, а переходить. На то он и переход пешеходный. А обычно как бывает? А бывает вот так вот, не глядя, как пуля вылетает. Как стрела и все. Я сам на велосипеде езжу, и поверьте мне, на пешеходном переходе не всегда хочется слезать с велосипедом, поэтому иногда приходится правила нарушать. Помимо автотранспорта угрожать велосипедисту может и обычный пешеход. Порой разъехаться этим двум участникам движения бывает не так уж и просто. Пешеходам они тоже мешают, как и пешеходам им, да. Но надо же делиться дорогой. Хоть и есть велодорожки, но их чаще велосипедистов используют пешеходы. Так что передвигаться по городу проблематично. Другая проблема, возникающая на пути велолюбителя, это кражи велосипедов. В апреле в Риге и в Рижском районе зафиксировано более ста велокраж. По статистике, только пятую часть таких преступлений удается раскрыть и задержать виновных. В центре Риге очень мало мест, где можно прицепить и оставить велосипед. Обычно я обматываю замок вокруг дорожных знаков. В марте в ЦСДД было зарегистрировано 140 велосипедов. С началом велосезона эта цифра увеличилась и достигла отметки в 385 велосипедов. Стоимость такой услуги 2 лата, но в случае кражи покупка нового велосипеда обойдется в разы дороже. А какой смысл регистрировать, когда у меня украли велосипед, приехала полиция, посмотрела, я заполнил бланк, велосипеда, разумеется, не нашли. Латвийские дороги ощутили на себе действие суровой зимы. Если и машины страдают от незаделанных дыр, то что говорить о двухколесных железных конях? Хотелось бы, чтобы лучше было. Не так удобно везде. Все эти переезды, съезды, ездишь по дороге. По дороге тоже не поедешь, машинам будешь мешать. А так в спиной дорожке тоже не везде есть еще. Даже те, которые новые сделали, уже с моей практикой, уже трудно найти. Даже если ехать на Межапаркс, тогда даже трудно ориентироваться. Где-то она пропадает, где она продолжается. С каждым теплым днем велосипедистов на улицах становится все больше, а значит быть более осторожным и внимательным не помешает как самим велосипедистам, так и автоводителям с пешеходами. Андрей Дмитрий, Валтер Зелч, Латвийское телевидение. Один из чего...